Говорить о том, как выглядит ледовая арена стадиона «Спартак» сейчас бессмысленно. Любой желающий может прийти и посмотреть на нее. Но к нам в руки попала раритетная запись 98-го года. На ней рязанская команда «Вятич» принимает в гостях ухтимского технолога. Давайте же посмотрим, как это было. Ну, и гол! Это Геннадий Вольфин, девочек 6,1! На видеозаписи – голос Дмитрия Масальского. С того памятного хоккейного матча прошло почти 20 лет, а минувшие события до сих пор не выветрились у него из памяти. Тогда рязанский «Вятич» одержал победу над ухтинским технологом. Вот та самая комментаторская позиция, с которой вел свой репортаж тогда еще начинающий журналист Дмитрий Масальский. А теперь, спустя 20 лет, трибуны и ледовая арена выглядят именно так. Сейчас Дмитрий Масальский вспоминает о тех временах с ностальгией. Ведь именно этот стадион оказал такое большое влияние на его любовь к хоккею. Если так попытаться что-то в памяти воссоздать, это, конечно, такие ощущения незабываемые. Темное небо и яркий пятачок ледовой арены, который можно было увидеть еще, подходя к нему, например, со стороны улицы Свободы, сверху. Яркая, красочная форма на этом фоне. Болельщики, которые там гудят, поддерживают свою команду. Ну, какая-то особая атмосфера. На протяжении последних 30 лет ледовая арена стадиона «Спартак» находится в таком состоянии. Некогда красивые трибуны, которые могли вместить более 5000 зрителей, ныне пустуют. Хоккейная коробка заросла деревьями, поручней больше нет. А история у ледовой арены довольно интересная. Первый турнир на приз совета спортивного общества «Спартак» прошел здесь в далеком 49-м году. Специальной коробки для него не существовало, поэтому поставили временную. Да, к тому же, на футбольном поле. Только в сезоне 57-58 годов появилась полноценная коробка. С тех пор хоккей перестал зависеть от футбольных матчей. В середине 60-х годов стадион уже оформился как именно спортсооружение полноценное. Были построены трибуны, причем относительно немаленькие. По свидетельствам средств массовой информации того времени, по данным хоккейных протоколов, здесь собиралось 5-6 тысяч зрителей. В 1967 году хоккейная арена вновь изменилась. Теперь стадион перестал зависеть и от погодных условий. Лед стал искусственным. И более 20 лет он служил спортсменом верой и правдой. Правда, трубы не ремонтировали, поэтому покрытие стало приходить в негодность. Финальный матч на этом льду прошел в 95-м году. Рязанский Вятич одержал разгромную победу со счетом 6-1 над командой поселка Искра. С тех пор хоккейные матчи все чаще стали проходить в городе Воскресенске. В 2004 году на ледовой арене стадиона «Спартак» состоялась последняя игра. Рязанская команда проиграла Брянской Десне со счетом 0-8. На этой печальной ноте ледовый стадион прекратил свое существование. Была надежда для рязанских болельщиков в начале 90-х, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Тогда президент Вятич Владимир Смирнов заявил о своих намерениях ледовый стадион реконструировать, сделать крышу для него. Висел красочный проект, проспект при входе. Но тем надеждам, опять же, сбыться было не суждено. Земля, на которой сейчас стоит ледовая арена стадиона «Спартак», находится в оперативном управлении спорткомплекса «Олимпиец». И оставлять ее в таком виде не собираются. Мы выдвигаем наши свои предложения, чтобы вот это здание было снесено, и на его месте был построен специализированный зал для художественной гимнастики. Потому что отделение художественной гимнастики у нас является опорным видом в Рязанской области. И на сегодняшний день в нашей только школе занимается 286 девочек. Художественная гимнастика – довольно перспективное направление для Рязани. Но это лишь предположение директора спорткомплекса «Олимпиец». Как на него отреагируют власти города, пока неизвестно. Нам же остается только ждать.